Итак, вы перестали терять вес после начала кетогенной диеты. Что же делать? Всем привет, вы на канале Лейсен, и я вам расскажу про свой личный опыт, как я худею на кето-диете. Если вы теряете всего 1 или 2 кг в неделю, это все равно потеря веса, поэтому никаких усиленных действий предпринимать в этом случае не нужно. А если не худеете вообще, так как это было у меня, то, скорее всего, допускаете какие-то ошибки. И первая ошибка – это скрытые углеводы. Во время кето-диеты люди едят больше углеводов, чем думают. Они спрятаны не только в таких продуктах, но также и в овощах, орехах и некоторых мясных продуктах. Некоторые овощи, например, помидоры, также брокколи, действительно содержат мало углеводов. Но при умеренном потреблении, если вы едите слишком много этих овощей, то все углеводы суммируются. Мясо – это центр большей части нашей жизни, но почти всегда в нем есть сахар, который добавляет ненужные нам углеводы. Когда вы начнете изучать состав итальянских колбас, например, или консервов, то найдете гораздо больше углеводов, чем предполагали. Некоторые бренды включают до 5 г углеводов за порцию, поэтому будьте внимательны. Большинство людей имеют неправильное представление о кетогенном диете. Они думают, что все, что им нужно делать, это считать углеводы, но это тоже неправильно. Вместо этого подумайте об этом как о математической формуле. Если, например, вы вкладываете больше калорий в свое тело, чем можете сжечь, это дает нам лишние калории. Вы думаете, они просто исчезнут? Нет, лишние калории, к сожалению, останутся с нами. Очень важно всегда находиться в дефиците калорий, что и позволит вам худеть дальше. Вы можете добавить интервальное голодание. Например, я ем 2 раза в день, в 12 часов у меня первый прием пищи и в 18.002. Некоторые люди тщательно следят за своей ежедневной нормой, но все равно оказываются в состоянии, когда вес перестает уходить. Это может означать, что у вас есть чувствительность к определенным видам пищи. Многие чувствительны, например, к молочным продуктам, включая также сыр, один из основных продуктов во многих кето-рецептах. Также это могут быть сливки, масло и йогурт. Если у вас возникли проблемы с похудением, попробуйте убрать эти продукты из своего рациона на несколько недель и посмотрите на результаты. И, кстати, хочу сказать, что молочные продукты, чем меньше содержат жиров, то они больше содержат углеводов. Кроме того, у некоторых людей есть чувствительность к глютену. Это означает, что прекрасные низкоуглеводные лепешки, например, также белковые батончики или паста с низким содержанием углеводов фактически могут остановить потерю веса. И если это так, если так получилось, сократите потребление глютена из обработанных продуктов. Также нужно постоянство. Очень важно всегда придерживаться правил кетогенной диеты. К примеру, вы несколько дней адаптировали свое тело к кето, а затем решили один день отдохнуть от всего. Первое время у меня тоже так же было. Это может дорого стоить. К тому времени, когда ваше тело снова вернется в кетос, может пройти неделя, и это неделя без сжигания жира. Если вы взвешиваете себя каждую неделю, то день отдыха 5 или 6 дней назад может вернуть вам 2-3 кг обратно. Кроме того, это означает, что для потери лишнего веса потребуется еще несколько дней. Таким образом, то, что может показаться остановкой потери веса, это просто отсрочка вашего тела. Поэтому, если бы я знала раньше вот эти правила, я бы похудела не только на 5 кг за месяц, но больше. Это просто отсрочка вашего тела, пытающегося снова адаптироваться к кето. Слишком много белка. Во время кетоза у вас не должно быть слишком много белка, так как до 56% избыточного белка распадается на глюкозу. Мы знаем, что организм любит использовать ее в качестве основного источника топлива, и это именно то, что нам не нужно. Чтобы выжить, тело и мозг нуждаются в небольшом количестве глюкозы. Печень всегда будет следить за тем, чтобы вы получили эту глюкозу, и при необходимости она возьмет ее из ваших мышечных тканей. Употребление нормального количества белка позволяет вашему организму получать достаточное количество глюкозы, а также позволит сохранить мышечный уровень. Также могут помешать слишком мало или слишком много упражнений. Это может замедлить метаболизм. Чтобы сохранить себя, тело будет замедляться в ответ на недостаток пищи или чрезмерное количество упражнений. И слишком много еды может иметь такой же эффект. Но об этом мы уже знаем. Если вы едите слишком мало, настолько, чтобы ваши жировые запасы не могут покрыть ваш дефицит калорий, тело начнет использовать скутную массу, чтобы получить энергию, в которой она нуждается. Поэтому давайте попробуем изменить привычку, которая не дает нам похудеть. И я думаю, результат не заставит себя долго ждать. Я худею второй месяц и результатами очень довольна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось. До скорых встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok